Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами разговариваем о черенках винограда, поговорим о том, какими они должны быть, и также немножко коснемся темы хранения. Почему мы вообще решили завести этот разговор? Периодически весной, когда начинается проращивание черенков, приходит обратная связь, что ваши черенки ерунда, они не прорастают, у вас всё плохо, всё некачественно. А вот у кого-то черенки я заказывала, они толстые, у вас тонкие, значит, они плохие. Ну вот, к сожалению, насмотревшись где-то чего-то кого-то, не всегда люди делают правильные выводы. Итак, какие же должны быть черенки винограда? Я сразу прошу прощения за звуки посторонние на заднем фоне. У меня маленькая помощница, и вот она немножко маме таким образом помогает. Итак, касательно толщины, какая же должна быть толщина у черенков винограда? Разная. И зависит это от многих факторов. Смотрите, у нас есть крупноплодные сорта, у них, как правило, лоза толстая, и это для них хорошо. У нас есть мелкоплодные сорта, у которых лоза тонкая, и это тоже для них абсолютно нормально. Кто-то там судит по длине междоузли, что если они сильно длинные, ай-яй-яй, это плохо. Если они сильно короткие, ай-яй-яй, это тоже плохо. Есть сорта, у которых большая сила роста, и у них нормально длинные междоузли. Есть сорта, у которых маленькая сила роста, и у них будут междоузли короткие. Немножко примеров. У зигиреба всегда междоузли такие, ну, сантиметров 10. Примерно. То есть для него это нормально. Для какой-нибудь слоры, для зилги у них всегда междоузли большие. И это тоже для них абсолютно нормально. Касательно толщины. Вот толщина, начиная от карандаша, это тоже нормально. Особенно для мелкоплодных сортов. И честно вам говорю, что лично меня, например, я покажу, какие черенки приобретали мы, так вот лично меня толстые черенки, особенно для технических сортов, настораживают. Потому что толстые черенки могут говорить о том, что они жирующие. Особенно если на них, вот смотрите, я вам сейчас покажу. Это у нас Аркадия. Кстати, вот для Аркадии, ну, в принципе, нормально. Толщина черенков чуть ближе к сантиметру. И, смотрите, почка. Почки здесь, ну, такие нормальные, незаметные. У жирующих черенков почки может быть практически незаметная. На это можно обратить внимание. Тем не менее, даже жирующие черенки, они прорастают. Просто они могут прорастать хуже. Как определить? Можно посмотреть сердцевину, если она больше, чем половина. Сейчас где-нибудь покажу на срезе. Вот на этом будет лучше видно. Вот здесь сердцевинка, ну, примерно такая же, как и зеленая часть. Если сердцевина вообще очень большая, зеленой части практически нету, то это жирующий черенок. Но это не факт, что он не прорастет. Он может прорастеть просто. Просто прорастать будет несколько хуже. Еще про толщину. Например, у того же Вейлента черенки тонкие всегда. У него лоза тонкая всегда. Несмотря на то, что он имеет замечательную силу роста, замечательно грузится, но у него всегда тонкая лоза. И это абсолютно не повод для беспокойства. И скажу вам, что за последние два сезона мы прорастили, вот у нас новые посадки, это 170 сортов разных абсолютно. Это только за последние два сезона. Я уже не говорю о том, сколько наших черенков прошло через наши руки, сколько мы их прорастили. На самом деле опыт огромнейший. И вот что я вам хочу сказать, что черенки прорастают по-разному. И просто с этим надо смириться. 100% укоренение может быть, а может и не быть. И зависит от многих факторов. От того, как вы хранили, от того, в какой момент вы начали проращивать, от того, какая у вас атмосфера в доме в плане влажности, тепла и всего остального, и моральная атмосфера тоже. Я много раз наблюдала, когда, опять же, касательно, да, вот черенок должен быть толстый, длинный, а когда толстые, красивые, не черенки, а лен-де-лон. Они брали и не прорастали. Например, в феврале черенки, скажем так, более худшего качества, этого же сорта, которые там чуть тоньше, еще и полежали дольше. Они замечательно прорастают и укореняются. Я это видела очень много раз. Я вам также оставлю ссылку на видео весной, где вот я показываю 100 разных сортов. Как по-разному. В кельчеваторе в идеальных условиях они укоренятся. Кто-то дает корни, кто-то не совсем дает. Да, вот это так. И это нужно понять и принять. Вот, смотрите, наши черенки в кучках. Ну и в принципе, в принципе, они все плюс-минус в одной толщине. Примерно сам карандаш. Также, что может быть на черенках? На черенках могут быть пятнышки. И ничего страшного в этом нет. Первое. Может быть, черенки обрабатывали железным купоросом. Пару лет назад, ну так получилось, что осень была не самая благоприятная, как-то было много аидюма. И, конечно, мы черенки специально обработали. И тоже некоторые черенки, они как-то нормально к этому относятся. А некоторые прямо стали вот такие, как тигрята. И тоже были нарекания, что, а, я, я, значит, черенки плохие. Тем не менее, потом весной пришла обратная связь, что, знаете, а ваши черенки прекрасно проросли. То есть, пятнышки, ничего страшного. Даже если вы обнаружите на черенках, вот тоже в примерах это будет, какое-то там пятнышко аидюма, ничего страшного в этом нету. Этот черенок нормально прорастет. Большинство виноградови все равно осенью проводят профилактические обработки. Которые, к сожалению, если уже аидюм был на лозе, вот это вот пятнышко оно не уберет. Но системные препараты, они проникают внутрь, вплоть до лечебного действия. И все с такими черенками будет нормально. То есть, этого бояться не стоит. Также есть вот просто, тоже на этой связочке покажу, вот такие вот мелкие пятнышки на лозе. Ничего страшного в этом нету. Это абсолютно нормальные черенки, которые абсолютно нормально примутся в рост. И еще черенки нарезаются, как правило, со средней части лозы. Ну, бывает так, что присылают, вот совсем нижние части там, оно видно, почечки первые. Они достаточно близко расположены друг к другу. Присылали на такие черенки не раз. Ну, в принципе, все-все нормально тоже прорастает. Если мы создаем оптимальные условия для прорачивания черенков, нормально их сохраняем, то все в дальнейшем тоже будет хорошо. Итак, смотрите, здесь у нас черенки куплены у разных продавцов. И на их примере я вам покажу вообще, что как бывает. Ну, немножечко покажу и свои. Чаще всего, что пугает в черенках? Видят цвет. Вот это конкретно наши черенки. Вот даже, когда я видео показывала по укоренению, кто-то там писал, что ай-яй-яй, черенки вот такие серые, безжизненные. Обратите внимание, все черенки имеют разный цвет. Вот можно взять еще жменьку со стола. И вот они все разные. Что-то светлое, что-то темное, что-то серое, что-то более такое коричневое. Дальше. Конкретно в этом сезоне мы свои черенки обрабатывали железным купоросом. Именно железный купорос дает вот такой вот серый цвет. Хотя тоже он по-разному ложится на разные черенки. Например, лора, она сама по себе, у нее черенки такие вот некрасивого серого цвета. Прибалтийские сорта, у них, как правило, лоза такая интересная, коричневая и очень гладкая. То есть все разное. И вот конкретно этот сорт, это фавор, сорт тепличный, где у меня вообще ничего никогда не болеет. И вот железный купорос, видите, вот он ложится пятнами. И очень часто именно вот такие вот пятна начинают путать. И даже я встречала иногда в комментариях, когда вот по фото люди начинают ставить диагнозы, в том числе и люди, которые уже не первый год занимаются виноградурством, что ай-яй-яй, это аидиум. Никакое это не аидиум. Это обработки железным купоросом. Именно вот так вот он укладывается. Если мы обратим внимание на носики, вот здесь черенок был запаян, и после этого мы его окунули в железный купорос. Вот на маленьком видно разница в цвете. Видите? То есть здесь он серым взял, а здесь он остался такой вот светленький. То есть с такими лозами все нормально. Причем, смотрите, да, где-то вот он полностью лег таким серым, где-то лег вот таким пятном. Все с этими лозами нормально. Ну вот это я показала на примере своих. Теперь давайте смотреть чужие. Ну вот пример. тоже пятнистая лоза. Честно говоря, я не знаю, обрабатывали ее чем-то или нет. Вроде бы продавец чем-то обрабатывал, но чем я не знаю. И ставить диагноз по этим пятнышкам, что ай-яй-яй, какие-то болезни, ничего, это не болезни, это абсолютно нормальный, хороший, абсолютно нормальный, хороший черенок. Смотрим дальше. Вот тоже группа черенков. Вот эти вот три от одного продавца. Видите, лоза светлая, но тут по-разному. Какие-то пятна, но это не аидим. Тоже, скорее всего, что это какие-то обработки. И ничего страшного в этом нету. Никакие-то ни некрозы, ни фомопсисы. То есть еще раз я хочу обратить ваше внимание, что не стоит черенкам сразу ставить диагноз. Нормальные это черенки, из которых вырастут нормальные саженцы. Смотрите, что хочу показать. Иногда тоже бывает повреждение. Вот на черенке есть некое повреждение. Скорее всего, что-то градобойное. Когда у нас растут лозы, зелененькие, я красивенькие, пришел град, он может повреждать, а потом растение вот так вот затягивает. Тоже ничего такого очень страшного в этом нет. Еще покажу вам один вид повреждений. Такой тип повреждений, ну, бывает он на протяжении всего черенка. То есть я имею в виду, что встречаться может не обязательно под пучечкой. Как правило, проволоку трется в лоза. И бывают вот такие поперечные повреждения, тоже абсолютно ничего страшного. здесь, смотрите, на этом черенке вот эта вот штука, откуда она идет? Она идет с под почки. Что здесь делали? Вламывали пасынок, потянули кору, ну, потом растение затянуло. И вот получился такой черенок. Еще один вопрос, который может возникать, особенно у тех, кто только начал заниматься виноградом, когда к вам приходят черенки, где-то, например, вы четко видите, вот, ну, как здесь, да, такая красивая, аккуратненькая почечка. А здесь вообще непонятно, есть ли они. Видите, почка мелкая совсем. и кажется, что она какая-то вот или дефектная, или поврежденная, или есть ли она там вообще. Вот она такая чуть-чуть волосатенькая, вот как здесь, например, да. Хотя вот здесь, судя по всему, почки нету. Ну, вот здесь вот она, видите, просто очень спряталась. В зависимости от сорта почки на черенках могут иметь ну, очень различный вид. Начинающих это может пугать, но тоже не пугайтесь, ничего криминального в этом нет. Ну, видите, вот, идеальных по цвету черенков нет. Ну, вот этот, можно сказать, да, вот прибалты часто такие темно-коричневые, гладенькие. Все остальное, смотрите, оно все в тех или иных пятнышках. И здесь, я не знаю, обрабатывали, обрабатывали. Ну, вот этот черенок тоже такой на самом деле пятнистый, достаточно пятнистый. Но здесь, судя по всему, обработка железным купоросом просто, напомню, ложится на разные черенки по разным. Вот. Но в большинстве своем обработку. Вы видите, вот здесь оно так легло, здесь вот такие пятнышки. Возможно, какой-то препарат меди был. Но здесь, здесь вообще непонятно, обрабатывали чем-либо, не обрабатывали. Но у нас они хранились в земле. Вот. Но, тем не менее, тоже, видите, они такие. То есть все черенки имеют определенную степень пятнистости. Но для чего я все это рассказываю? Чтобы вы не ставили диагнозы по этим пятнам. Потому что это, ну, вот оно так случается. Ничего страшного в этом нет. Пока что еще хочу показать одну штуку. Смотрите. Вот здесь пошла плесень. Конкретно этот черенок хранился в холодильнике. Но на самом деле такое может быть, даже если вы закопали в землю. В некоторых случаях может тоже вот такая плесень пойти. Не надо ее бояться, не надо ее пугаться. Вот сейчас буду все рассказывать, что с этим делать. То есть такое бывает. Такое вы можете обнаружить. И, например, когда вы заказываете черенки по почте, продавец может все классно упаковать. Может все быть хорошо. Но где-то повышенная влажность во время транспортировки что-то может случиться. И черенок может к вам приехать и запахом плесени, и вот с такой вот плесень. Все это убирается. И достаточно легко. Ну, а теперь, значит, что со всем этим делать? Я вот так вот вам сложу, чтобы было хорошо видно вся вот эта вот красота. Вот тоже видите, вот здесь он более темно-пятнистый, здесь менее пятнистый. Конечно, может быть так, что растение болело аидиумом. Но я думаю, что большинство продавцов лозы пролечивают, обрабатывают системными препаратами, которые проникают внутрь растений и борются с болезнью изнутри перед тем, как лозы срезать. Ну, в принципе, тоже большинство так или иначе черенки обрабатывают. Ну, нам, чтобы предостеречься от любых неприятностей, от плесени, даже если там вдруг был аидиум, либо что-то может быть еще, мы замачиваем черенки в растворе марганцовки. Что касается хранения, вот это очень важный момент, который как раз-таки может и сказаться на том, в дальнейшем черенки прорастут или не прорастут. Я, кстати, в прошлом году, когда показывала, вернее, это весной, как прорастают черенки. Тоже было очень много комментариев. А, так бывают черенки невызревшие, поэтому они так прорастают. Значит, смотрите, что касается невызревших черенков. На самом деле, их определить достаточно легко. Выбавший черенок, он будет такой матовый, он шершавенький на ощупь. Черенок невызревший, он гладкий, он холодный. Ну, это видно. И если, допустим, осенью, чисто теоретически новичок может не обратить на это внимание, спутать, то к весне такие черенки, ну, они просто не долежат. И поэтому, ну, весной, когда мы начинаем прорачивать, то даже тот, кто вообще ничего не понимает в наградных черенках, легко с этим разберется. Ну, и, в принципе, он на срезе будет сухой. Когда мы подрезаем, мы видим там зелененько, такой фисташкового цвета, значит, все нормально. Так вот, то, как мы черенки храним, на самом деле, очень важно. От этого и будет зависеть, как они в дальнейшем прорастут. Значит, черенкам надо прохлада и определенная влажность. Где можно сохранить? Вариант А самый простой, самый доступный абсолютно для всех. В холодильник заворачиваем черенки сначала в газетку, сухую, мокрую не надо, а потом в пакет и складываем на ту полочку, на которую нам удобно. А для чего газетка, она будет впитывать лишнюю влагу. В холодильнике достаточно влажно. Нам кто-то советует в мокрую тряпку, не надо, влажность будет повышена, там может быть плесень идти. Ну, тоже, если вдруг вы раскрыли ваши черенки, допустим, через некоторое время хранения, увидели, что на них плесень, не надо пугаться, ничего страшного. Аккуратненько протерли, можно легкому растурим органцовочки, вымочить, потом чуть-чуть обсушить, назад в газетку, в пакетик и все хорошо. Вариант второй. Подвал и погреба. Если у вас они есть, то тоже там вполне хорошо черенки сохранятся. Единственное, смотрите, влажность там может быть разная, у кого-то они более сухие и, соответственно, там черенки могут подсыхать. Поэтому пакетик на черенки лишнее не уводит. Кто-то хранит в слегка влажном песке, в тех же подвалах, погребах тоже замечательно. Можно закопать в землю сантиметров на 25, главное, потом не забыть. Единственное, что, когда мы закапываем землю, мы должны позаботиться о том, чтобы не смылись наши бирки, маркировки раз, и второе, тоже не пугайтесь, весной, когда вы их откапываете, они могут быть очень некрасивыми. Они могут быть серыми, с какими-то плесенями, чем-то таким, и кажется, что, ай-яй-яй, все плохо. Нет, ничего не плохо, все нормально, вот так они ведут себя в земле, и ничего страшного в этом нет. И еще, кроме хранения, очень важно не начинать проращивать черенки слишком рано. Дело в том, что в черенках тоже проходят определенные процессы, и когда мы, скажем так, нарушаем цикл растений, начинаем проращивать рано, ничего хорошего из этого не получается. Я много раз об этом говорила, повторяться не буду. То есть, не спешите. Не спешите, можно начинать проращивать в конце апреля, в начале мая, и прекрасно ваши черенки прорастут, и успеют к осени вот здесь. Спешка здесь точно ни к чему. И еще, если у вас целая партия черенков разных сортов, совсем плохо прорастает или не прорастает, вообще, значит, все-таки, скорее всего, чтобы что-то сделали не так, не так хранили, может быть, плохо вымачивали, может, что-то еще, потому что по теории вероятности все равно что-то прорасти, да, должно, даже если допустить, что черенки были некачественные. Разные сорта вообще прорастают по-разному. И, опять же, из своего опыта расскажу такую историю. Было это несколько лет назад. У нас черенки хранились просто на балконе. И уже наступила такая весна, апрель-май, солнышко. Ну, не в пакетах были, но понимаете, что такое стекленный балкон, солнышко светит, да. и вот оставались черенки реформы и лора. Реформы, кстати, были очень тоненькие, вот, даже тоньше карандашика. И просто ради эксперимента мы их вторгнули в землю, в теплицу, даже не вымачивая. Вот из лора не проросло ничего, хотя у лора черенки были длиннее, были толще, но не проросло ничего. у реформы из 10 9 проросло. Вот так, вот так сложились условия, понимаете, поэтому, а если вдруг что-то плохо с целой партией, ну, скорее всего, что все-таки, ну, где-то, да, что-то не сложилось, потому что по теории вероятности, если там разные сорта, все равно что-то прорасти, да, должно было. Ну, и вот такие примеры, для чего я вам рассказывала, опять же, чтобы подчеркнуть, что разные сорта прорастают по-разному и в разных условиях. И да, складывается так, что хорошие, казалось бы, качественные черенки, мы на этом, на собственном опыте у нас такое было, что почему-то они не прорастают. А казалось бы, такие и тонкие, которые должны были плохо укореняться и плохо храниться, да, какие-то вот такие неказистые, могут прорастать, потом из них вырастают прекрасные растения. Да, такое бывает, это надо просто принять. И, как говорится, боитесь работать с черенками, да, опасаетесь там тонких, еще каких-то, не знаете, как хранить, берите саженцы. Там все просто и надежно. Как видите, мы черенки приобретали очень разные. В этом видео, в этом отрывочке не показывала. Один год даже получилось так, что нам прислали невыстревшие черенки, и это было очень видно. Часть из них мне удалось прорастить. Часть, конечно, погибла, но там, понятно, было такое качество. И вот, вот эти разные черенки, они уже у нас сидят, и то, что вы видели, например, в осенней обрезке, у молодых кустов второго ряда, вот, у нас есть этих кустов, как раз-таки выращены из тех черенков, которые я вам показала. Надеюсь, видео было вам полезно. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов, на граме, и контакт, и на мне встречи.